Райнер Мария Рильке. Стихи об Италии. В переводах Константина Богатырёва, Бориса Марковского, Алексея Пурина. Стихи приводятся по изданию Рильке, издательство «Наука», 1977 год, и по онлайн-изданию на сайте стихи.ру. Читает стихи Алекс Сапко. Сан-Марко. В дуплистых этих недрах, где, змеясь, стекает смальта золотистой лавой, погружены в изысканную смазь запасы тьмы, хранимые державой и тайно пополняемые. Мрак, противовес изветлимому свету, все вещи растворяющему, нету их. Есть они? Ты не решишь никак. И отсекая косность галерей, оснасткой шахты, охвативших свод, сияющей их тяжкие вериги, ты видишь цельность ясную, но в ней щемящая уступчивость живет, невдалеке от натиска квадриги. Собор Святого Марка. Венеция. Как будто, выдолбленная в потьмах, ты входишь в круглое утро собора, и золотые жилки на стенах сначала не приковывают взора. Здесь тайно мрак копили по углам, чтобы их уравновесить свет, который, стремясь в его вещей проникнуть поры, способен уничтожить самый храм. Но галерею, оттеснив назад, мешающую заглянуть под свод, ты видишь блеск далекой перспективы. И все ж, твой грустный, твой усталый взгляд не справится с той тяжестью тоскливой, что бронза лошадей в себе несет. Поздняя осень в Венеции. Она теперь не кажется приманкой для дней, ее ловивших на лету. Хрусталь дворцов позвякивает склянкой разбитый озрачок, и красоту сменил в садах раздрай марионеток, качающихся на ветру. Но от стволов и полуголых веток исходит мощь, и если бы к утру, удвоев в лофт его из арсенала, спустить распорядился адмирал, то на заре, пропавшей небывало, смолою флот сиял бы у причала, весь в парусах, и ожидал сигнала непобедим, ловя фатальный шквал. Поздняя осень в Венеции. Вдруг город сходство потерял с приманкой, что ловит день, чуть всплывший над водой, стеклянная палацца с позаранку едва звенят, с садов вниз головой толпой марионеток свисло лето, убитое внезапно на повал, и лишь лесов, могучие скелеты, рождают волю, словно генерал, морей решился увеличить вдвое перед рассветой свой галерный флот, чтоб свежесть утра пропитать смолою, под взмахи весел, спущенной армады, нарядом флагов убранной громады, фатальным ветром движимый вперед. Венецианское утро. Счастливцы окна видят каждодневно то, что для нас одно из дивных див, себя рождает сонная царевна, брачуя блеск лазури и прилив, но недовоплощаясь никогда. И снова утро пригорошня опалов ей возвращает щедро, а вода приумножает зеркала каналов, и молодой всплывая из аналов, она опять становится. О да, той нимфой, что зевсом пленена, звенит серьга и нега в томном взоре, и приподняв Сан-Джорджио-Маджори, как чудо-вещь вся светится она. Утро в Венеции. Посвящается Рихарду Бергофману. Для зависти у нас есть повод веский. Здесь окна видят прямо пред собой весь город каждый раз при первом брезге, очаровающий, очертившийся над водой, чтоб до конца ни разу им не стать. Рассвет ему вчерашние опалы вручает вновь, и он глядит на гладь, сверкающего блестками канала. И, вспомнив прошлое, мало-помалу, себя он начинает ощущать, как нимфа, что от зевса зачела. И две серьги звенят друг другу в торе, а он, подняв Сан-Джорджио-Маджори, с улыбкой слушает колокола. Венеция. Ай. Чуждый говор. Мы в гондоле. Город в сумрак погружен. Лодка движется там, что ли, мимо мраморных колонн? Тишина. Лишь гондольеров смех звучит. Весло поет. Из каналов темно-серых ночь огромная встает. Черный след волной изрезан. Колокола дальний звон. Снится мне. Я мертвый цезарь в день державных похорон. Римские саркофаги. Что воспретит увериться нам в том, нам, отбывающей земной постой, что мы не краткий миг один живем, смятеньем, ненавистью, суетой, как старь хранил богатый саркофаг, при ожерельях, идолах, опалах, ветшающих, веками покрывалах, распадом, заряженный прах. Пока уста, не знающие звуков, его не поглощали, где, когда найдется мозг, чтобы научить их речи. Тогда-то вот, из древних акведуков, к ним завернула вечная вода, да ныне в блеске, к ним идя навстречу. Римские фонтаны. Баргезе. Две чаши, обогнав одна другую, над мраморным бассейном вознеслись, и с верхней разговорчивые струи к воде безмолвной протянулись вниз, к той, что внимает им, в ответ даруя, в горсти для них припрятанный сюрприз. Кусочек неба, сквозь листву густую и тьму глядящей, как из-за кулис, сама, спокойно разместившись в чаще, она легла с краями наравне, спускаясь каплями, как бы во сне, по мшистой бахроме седобородой, к зеркальной глади, что на самом дне улыбкой оживляют переходы. Дождь. Послы чужие втайне наблюдали, когда здесь скупилось на него, как в нем его величие задевали, как сана золотого торжества его шпионами пытались умолить, следившими за ним, как эту власть они, что льва, подкармливали в сласть, но в страхе. Он же их свалить не думал вовсе, тьмою занавешен его был разум, и совсем не здешен был взгляд его, и то, что их совет в его душе преодолеть пытался, преодолел он сам, он не боялся, и победил. В его глазах был свет.